На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Цель сохранить чемпионство и кубок. Женская команда гонбольного клуба Гомель готовится к новому сезону. Во время первой втягивающей недели подопечные Тома Жичаттера занимались физподготовкой. Сейчас началась работа с мячами. Ростер женской команды в межсезонье привычно претерпел значительные изменения. Второй сезон к ряду полное обновление коснулось вратарской линии. Россиянки Рената Каюмова и Дарина Шулега покинули стан Гомеля. В рамке их заменят молодая белорусская Юлия Кунцевич. Гонболистка перебралась в город над Сожем из Гродно, где защищала цвета городничанки. И россиянка Маргарита Кушнырь, выступавшая ранее за команду Агу Адыев из Майкопа. Серьезные изменения и в рядах полевых игроков. Леся Смолинг, Ирина Трезно, Юлия Голубева, Анастасия Лобач и Виктория Шумановская покинули команду. Не в строю пока Кристина Охравенко. Гонболистка восстанавливается после травмы. Новичков пока четверо. Украинская линейная Ирина Стельмах из Галычанки. Полусредняя россиянка Анастасия Петренко, выступавшая до этого во Франции. И Виктория Дивак, переехавшая в Беларусь из немецкого чемпионата. А также правая крайняя белорусская Наталья Гесть из БМТУ БелАЗ. У нас девчонки из России, украинка. В принципе, как мы общий язык быстро нашли с ними. И, ну, как бы, пока у нас была неделя, мы тренировались на улице, там бегали больше, тренажерный зал. Сегодня первый день с мячами. Конечно, немножко тяжеловато после отпуска. Да, но я думаю, что будем наверстывать. Конечно, будем притираться. Я думаю, что много работы, ше при левих полусредних, обе хресианки. Что касается с сами технике. Я думаю, что быстро справите те шипки, да будете быстрее играть. А так всем остальным, как приехали в 15-е числа, приготовлены, довольны. Не было никаких, не знаю, травм с разумом или судорог, когда бегали, все были нормально приготовлены. Наверное, работали немножко над собой. В плане подготовки у Гомеля участие в двух международных турнирах. Один из них пройдет в Польше, второй в столице России – Москве. На старте сезона у команды Тома Житчаттера время на раскачку не будет. В первой половине сентября предстоят матчи первого раунда квалификации Кубка ЕГФ. Клуб Истогу из Косова соперник проходной. Однако спустя рукава к этому противостоянию гомельская дружина подходить не собирается. Сергей Тополь вернулся в Гомель. Российский форвард продолжит карьеру в хоккейном клубе из областного центра. Хоккеист выступал в составе «Рысый» в сезоне 2016-2017 годов. В 53 матчах он набрал 48 очков и стал бронзовым призером чемпионата Беларуси. Контракт с Сергеем Тополем подписан до конца сезона. Алина Лучшего выиграла серебро юниорского чемпионата Европы по легкой атлетике. Турнир проходил в Швеции. Гомельчанка выступала в эстафете 4 по 400 метров. Алина Лучшего бежала на заключительном четвертом этапе и сумела вырвать серебро для белорусской команды. Кстати, девушки обновили национальный юниорский рекорд в этой дисциплине. В шаге от пьедестала на чемпионате континента становилась гомельская прыгунья с шестом Кристина Концевенко. Спортменка заняла четвертое место. Всего же на чемпионате Европы белорусская сборная завоевала две золотые и две серебряные медали. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова